Абитуриентам нужно держать ухо востро, чтобы не пришлось оказаться у разбитого корыта после получения диплома по специальности, которая уже никому не нужна. Как 2020-му, по мнению следователей, на пенсию уйдут профессии юрисконсульта, турагента, что очень грустно журналиста. Да, а вот какие наоборот окажутся впереди планеты всей, спросим у руководителя Центра профессиональной ориентации и дополнительного образования Тюменского нефтегазового университета Любови Читишевой. Присоединяйтесь к беседе и вы. Телефон прямого эфира 682-147. Доброе утро. Доброе утро. Любовь Николаевна, первый вопрос я даже зачитаю, потому что очень сложно. И по данным российской газеты, востребованными в будущем окажутся ментор стартапов, прораб-вотчер, глазир, форсайтер, сити-фермер, эко-вожатый, проектировщик нейроинтерфейсов. Наши вузы вообще готовы к подготовке вот таких вот удивительных специалистов? Вузы готовы. Ну, мы должны сказать, что на сегодняшний день политика государства направлена на реконструкцию и модернизацию производства. Но никому не секрет, что у нас открылись такие производства, как Антипинский нефтеперерабатывающий завод, Тобольск Полимер по производству пропилена. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что нужны новые специалисты по новым направлениям. Вузы готовы. Ну вот, а если, например, глазир, да, и вот информация. Глазир, специалист по разработке и производству стекольных продуктов, который хорошо знает нано-производство. Ну, хорошо, специалист должен знать. А преподаватели у нас есть, которые разбираются в нано-производстве стекла? В нано-производстве довольно достаточно много таких специалистов. На сегодняшний день наши преподаватели имеют возможность проходить стажировку и за рубежом, поэтому для нас это... Такие преподаватели есть. А мы-то можем приглашать наставников из-за рубежа, чтобы они как-то... Конечно, на сегодняшний день, может быть, я уже повторюсь, наши преподаватели имеют возможность проходить стажировку за рубежом, плюс большое количество коллег приезжают из-за границы к нам и также сотрудничают с нашими коллегами и обмениваются опытом. А студенты где они будут проходить практику? На тюменских предприятиях, в других регионах или, возможно, в других странах? Это хороший вопрос, потому что вот как раз в Нефтегазовом университете на сегодняшний день это большой опыт и большая практика. Мы заключаем договоры с предприятиями, с работодателями Тюмени, Тюменской области, но студенты имеют возможность также пройти практику и за рубежом. Единственное условие, что им необходимо знать иностранный язык. Ну, а в нашем университете это не проблема, так как обучаясь по основному направлению, вы имеете возможность и получить диплом переводчика. Вот на примерах расскажите, куда конкретно ребята ездят за границу? Конкретно ребята ездят и в Венгрию, и в Скандинавию, и в Америку, и в Германию, и также их преподаватель приезжает к нам. А ребята есть возможность пройти там практику и остаться там работать? Ну, почему бы и нет? Те предприятия европейские оставляют наших специалистов у себя? Да, конечно. Это вообще платно для студента, вот поехать так за границу? Ну, скажем так, что 50 на 50. Какие-то очень одаренные студенты могут туда выбраться. Ну, да, конечно. Лучшие. Лучшие. А вообще, в связи с появлением вот этих вот форсайтеров, сети, фермеров, планируется открытие новых кафедр, расширение штата преподавателей? Или будете переучивать старых на тех же кафедрах? Ну, это уже само говорит о том, что необходимо открывать новые кафедры, необходимо проводить дополнительную подготовку преподавателей. Поэтому все это будет, все это перспективе, и все это, у нефтегазового университета этому уделяется большое внимание. Но я думаю, что вот как раз вот еще бы в студию пригласить бы нам новоселова Владимира Васильевича, он бы вам очень подробно со всей информацией рассказал, конечно, о новых кафедрах. Ну, вот если у нас есть даже преподаватели по новым специальностям, да, которые планируются, а каких не хватает? Ну, я скажу так, я не могу в целом говорить за все вузы Тюменской области и Тюмени. То есть у нас в университете хватает, достаточно всех специалистов. Ну, все-таки, если мы говорим о специальности будущего, то выходит, что они больше, знаете, такие технические, а гуманитарные уходят в прошлое. Вот если рассуждать, вот как вы думаете, это хорошо или плохо? Технические специальности, вот они всегда были актуальны, они сейчас очень актуальны и будут актуальны. Поэтому на технические специальности выделяют такое большое количество бюджетных мест. В нашем нефтегазовом университете вот по 25 бюджетных мест на каждом направлении. Но вот вы знаете, так как я являюсь еще представителем гуманитарного института, вот наш институт, эта ситуация не волнует. Почему? Потому что в нашем институте мы ведем подготовку на такие направления, как реклама и связь с общественностью, социология. А на программах среднего профессионального образования мы готовим стилистов, модельеров, дизайнеров, парикмахеров, художников по костюму. И как раз мы единственный институт, который готовит в нашем регионе вот эти направления. На сегодняшний день, и всегда это было, нам всегда хочется выглядеть красиво, иметь красивые стильные прически, одежду. Поэтому мы востребованы, и я считаю, что у нас прекрасное будущее. А хорошо, а кто тогда исчезнет окончательно, вот, да, по информации? Это очень грустно, например. Ну, почему? Я думаю, что исчезнет, ну, я думаю, что библиотекарь исчезнет, потому что сейчас электронные библиотеки, может, стрелочник исчезнет, потому что все модернизируется, да. Может, системный администратор исчезнет, а все-таки наши направления останутся. Ну, вот, а что делать тем родителям, тем семьям, у кого, например, традиция такая прям, из поколения в поколение, например, все юристы, журналисты, вот нет другого вроде бы выбора. Турагенты. Да, вот что делать? Вы знаете, я вот что посоветую. Может быть, на каком-то этапе стоит поменять семейные традиции. И я думаю, это будет очень даже прекрасно, если в семье появится свой стилист, свой модельер или дизайнер свой. Почему бы и нет? Поэтому приходите к нам, мы вам в этом поможем. А что еще необходимо для подготовки молодого специалиста? Ведь, по сути, вы сказали, что есть и преподаватели, есть и возможность приглашений из-за рубежа, есть и студенты. Вот студенты есть, которые хотели бы получить специальность глазира? Я думаю, что такие студенты есть. А что необходимо, конечно же, раз мы говорим о модернизации производства, конечно же, необходима модернизация оборудования учебных практик. То есть, если это происходит на производстве, то, конечно же, это необходимо и нам делать. Но этому, конечно, уделяется большое внимание. Вот такое разнообразие специальностей, в специальности, вот будь я на месте абитуриента, я бы, наверное, запуталась. Вот что вы посоветуете? А я посоветую вот что. В Нефтегазовом университете сейчас проходит очень большой ряд дней открытых дверей. То есть, у нас же много структурных подразделений. Поэтому задача абитуриента на сегодняшний день посетить все эти дни открытых дверей, получить как можно больше информации о всех направлениях, специальностях подготовки и уже, исходя из этого, делать свой выбор. Ну, конечно, надо еще обратить внимание на то, если это выпускник 11 класса, то какие предметы он выбрал для ЕГЭ. Если это выпускник 9 класса, то надо помнить, что в конкурсе будет участвовать его балл аттестата. А, соответственно, мы должны работать на аттестат. А вот с какого возраста вы бы порекомендовали приводить детей? У меня там у знакомых дети учатся там в 8-м, в 9-м классе, и их начинают уже водить по вузам, по предприятиям, чтобы дети как-то определялись. Это достаточный возраст или надо еще раньше? Я думаю, что можно еще пораньше. Еще пораньше. Насколько я знаю, чтобы сейчас хорошо поступить, нужно еще и сделать себе хорошее портфолио. Портфолио, да. Рекомендуйте. Да, конечно, портфолио, и ребята учат их в школе готовить портфолио, это необходимо. И при поступлении бывают такие ситуации, когда вот два абитуриента, у них одинаковые результаты ЕГЭ, одинаковый балл по профильному предмету, а у одного есть портфолио, а у другого портфолио нет. И, конечно же, мы рассматриваем вот это портфолио. Ну, вот это какие-то публикации, если журналист, да, насколько я понимаю? Обязательно, конечно. Если это творческое направление, то, конечно же, это и творческие работы, рисунки. Если это вот направление как раз с журналистикой связано, то публикации. Если это связано рекламой, связей с общественностью, то, конечно же, там фотоработы. Презентационные мероприятия. Да, обязательно. Участие в олимпиадах вообще буквально. С честностью, да, и у нас это было поступление не только по ЕГЭ, тогда еще пробному, но и по собеседованию, и по презентации, которую ты готовишь к поступлению. Да, у нас также, ну, да, ну, вот видите. Ну, получается, что? Получается, мы ждем новые специальности, абитуриентам важно этого не бояться, важно хорошо закончить школу, подготовить портфолио и просто определиться в районе 8-9 класса, чем бы он уже хотел заниматься. Главное, что вузы готовы. Да, главное, что вузы готовы. Спасибо вам огромное, это было очень информативно. Спасибо вам. Зрителям я хотел бы напомнить, у нас в гостях была руководитель Центра профессиональной ориентации и дополнительного образования Тюминского нефтегазового университета Любовь Чикишева.